Добрый день, меня зовут Геворг, я являюсь менеджером компании Вим Канарес. Сегодня 1 сентября и мы начинаем наш очередной репортаж из района Дель Дуке. В предыдущих репортажах мы вам очень подробно рассказывали про набережную, про пляж Дель Дуке, про Локалета, деревушку, про комплексы, которые расположены непосредственно у воды на первой линии. Сегодня мы решили немного отойти от набережной и познакомить вас с улицей, которая идет параллельно этой набережной. Улица называется Avenida Virgen de Guadalupe. Avenida это как авеню, то есть основная дорога. Названа она в честь Девы Марии Гвадалупе. Как видите, здесь жизнь кипит, утро только началось, люди спешат на работу, кто-то спешит позавтракать в один из кафетерий, которые расположены здесь, их огромное количество, кто-то ведет своих детей на какие-то занятия. В общем, жизнь кипит. И мы с вами тоже начинаем наш репортаж. Это очень красивая улица, это роскошная улица с престижными, красивыми жилыми комплексами, ресторанами, барами. Здесь даже находится ресторан со звездой Мишелина. Мы коротко, но детально остановимся на всех вот этих объектах, расположенных на улице Девы Марии Гвадалупе. Эта улица, кстати, достаточно короткая, может быть где-то около километра, но она очень интересная. Здесь расположены и гостиницы класса люкс, и пятизвездочные гостиницы, две церквушки. Начинается улица Гвадалупе, там, где заканчивается предыдущая улица Кае де Брюсселес, на котором расположены такие знаменитые гостиницы, как Байя Дель Дуке и Мирадор. Как только мы выезжаем из Лас-Америка, проезжаем в Торвиско, с Фанябе и уже приближаемся и начинаем ездить по улице Девы Марии Гвадалупе, мы уже визуально видим, как меняется картина, как меняется стиль, как поднимается уровень данного региона. Итак, улица начинается, как только мы проезжаем гостиницу Байя Дель Дуке, справа от нас мы видим небольшой торговый пункт, можно так сказать, Марбейя, после чего с правой же стороны мы можем увидеть шикарный, роскошный жилой комплекс Эльверил Дель Дуке. Эльверил Дель Дуке – это один из красивых жилых комплексов с роскошным бассейном. В этом комплексе есть одна, двух, трех спальные квартиры, таунхаусы, дуплексы. Стоимость примерно, как и везде в этом районе, односпальная квартира в районе 400-500 тысяч евро. Площадь таких квартир примерно 60 квадратных метров. Есть очень просторные, красивые дуплексы с тремя спальнями. Рядом с Эльверил Дель Дуке расположился комплекс Mango. Если не знать про этот комплекс, можно проехать, не заметив его. Он действительно скрыт от глаз. Этот комплекс живет своей особой жизнью. Mango – это очень уютный, комфортный жилой комплекс с красивым внутренним двориком с бассейном и был построен он в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Я не хочу делать рекламу, нет такой цели, но здесь же у Mango есть маленькое итальянское заведение. Оно очень маленькое, но здесь очень вкусно. На противоположной стороне расположены гостиницы Rio Palace, Rio Arrecas, Charaton La Caleta, гостиница H10 и, конечно же, церковь Святого Себастьяна. Эта церковь Святого Себастьяна еще называется Ermita della Incarnacion, где хранится образ Богородицы, появившейся на пляже Энрамада. Этот пляж находится буквально за этой церковью. Впервые здесь была построена небольшая церковь в 16 веке. В 1961 году здесь, на этой площади, построили новую церковь. До наших дней пришла традиция паломничества жителей Адыхы к этому священному месту, которое берет свое начало 17 века. Теперь эта традиция приурочена к Дню Святого Себастьяна и праздник проходит в день этого святого, 20 января. Но об этом мы подробнее расскажем в январе, в день Себастьяна. В нескольких шагах отсюда находится еще один жилой комплекс Адыхы парк. Он построен в форме квадрата. Это в основном таунхаусы, дуплексы. Внутри комплексов есть несколько бассейнов, детская площадка, зеленая зона. И до пляжа Энрамада всего 150-200 метров. Также в шаговой доступности от площади церкви находится пятизвездочный гостиниц, несколько ресторанов и кафетерий. Мы практически уже проехали всю улицу Гвадалупе и приблизились к нам уже известной деревушке Локалета. Здесь находится пляж Энрамада. За моей спиной вы видите огромную, красивую белоснежную постройку, похожую на круизный лайнер. Это гостиница Royal Hideaway Corales Beach, которая была построена по проекту одного из известнейших архитекторов на Канарских островах Леонардо Омар. Помимо того, что это очень красивая гостиница, вы здесь можете посетить, поужинать в ресторанах высокого уровня. Их здесь несколько на разный вкус, но особо выделяется среди них ресторан со звездой Мишелин Санхо. Этот ресторан сочетает в себе японские, перуанские и китайские рецепты. Здесь работают талантливые шеф-кулинары, признанные лучшими поварами Канарских островов. Здесь заканчивается улица Верхен де Гвадалупе и начинается известная нам уже Локалета. Кстати, по поводу самого названия этой улицы Девы Марии Гвадалупе. Что означает слово Гвадалупе? Есть несколько версий, но одна из таких более распространенных – это само слово Гуады. Гуад – вода. Это слово арабского происхождения, что означает вода. Гуадал-Аль-Лубе в переводе с арабского означает скрытая вода, скрытая река. Здесь действительно находятся несколько ущелий, по которым когда-то текла река. Конечно, они сейчас давным-давно уже высохли. И еще одна другая версия, почему эта главная улица, связывающая Эль-Дуке и Локалету, называется именем Дева Мария Гвадалупе, это то, что эта Дева Мария является покровителем острова Лагомера. А в Адехе, среди жителей города Адехи и вообще муниципального округа Адехи, есть очень много выходцев с соседнего острова Лагомера. Всего доброго! С вами был Геворг. Следите за нашими репортажами, за нашими передачами, ставьте лайки. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok